Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. Вы на моем канале клинического психолога-блогера. И сегодня мы с вами говорим на тему, такую, которую вы меня давно просили заснять. Это тема панических атак, панического напряжения, тревоги и всего, что сопровождает тебя в условиях столь меняющейся реальности. Очень часто происходит у людей на фоне большого перезбытка информации, большого тревожного состояния, ситуация, когда, казалось бы, что-то с тобой случается. То ли давление, то ли мигрень, то ли задышка, то ли состояние помутнений и кажется, что вот-вот, и ты вообще не переживешь. Что же на самом деле с тобой происходит? Действительно, миллион различных исследований на тему панических атак. И это всего лишь реакция твоего организма. Но событие может быть извне и событие может быть изнутри, когда твой организм что-то не принял, что-то ему не понравилось, и он создал условия, в которых ты прочувствовал страх, тревогу. И она была на таком уровне, что ты побоялся умереть. И так тоже бывает, когда ты ощущаешь свою внутреннюю нестабильность от того, что происходит. Панические атаки страшны ли? Они страшны, когда они становятся постоянными и мешают тебе реализовывать те смысловые задачи, которые ты перед собой в жизни поставил. Иногда это задачи о смене работы, переезде, у кого-то о женисьбе, разводе и принятии решений. И если у человека все время двигателем был страх и тревога, то этот человек застревает в панических атаках лишь потому, что не может выбрать. Другая история, когда панические атаки приходят в твою жизнь от того, что ты не знаешь, как тебе жить, что тебе делать, и ты не знаешь себя. И тогда эта тревога становится также двигателем и показателем того, что что-то сейчас с тобой не так, что-то сейчас нужно поменять, и какая-то система сломалась. Найди ее, говорит система тебе, найди меня. И ты начинаешь искать. По различным врачам, по очень многим клиникам, и ты не понимаешь, что с тобой. А с тобой все нормально. Просто ты иногда перетрудился, иногда переволновался, иногда испытал длительный стресс и впал в истощение. А иногда в твою жизнь приходят моменты, с которыми ты просто не согласен, и ты готов провалиться, и не знаешь, как тебе закрыть лицо руками и просто быть. И когда ты начинаешь просто быть, просто жить, эти атаки проходят. Но когда ты застреваешь в поисках, как себе помочь, как себя спасти, как себя вытащить, то эта история становится длительной и долгой. Какая психотерапия работает? Я говорю, что самая ходовая – это когнитивно-поведенческая, которая заставляет тебя прожить эти истории и стать нечувствительным к ним, словно лишиться возможности реагировать на них. Далее момент вашего ощущения в жизни. Там ли вы, то ли вы делаете, хотите ли вы здесь быть или хотите вы сменить что-то. Если хотите сменить, то меняйте, и тогда паническая атака не будет так долго тем сопутствующим механизмом, который вызывает так много тревоги. А тревога у вас в жизни от того, что вы боитесь своих реакций, непрожитых эмоций, фрустрации, нереализованных ожиданий. Вы боитесь встретиться со своей действительностью, которая очень часто бывает разрушительна для тебя. Именно поэтому я создала канал, канал, на котором вы можете бесплатно брать информацию и применять в своей жизни. Этот канал посвящен здоровью, психологическому и физическому. Здесь ты можешь найти очень много, начиная от тревоги, панических атак, заканчивая, что и как для тебя может стать лекарством. Паническая атака появляется в том случае в твоей жизни, если ты к чему-то не готов. Чем больше у тебя готовность, тем меньше у тебя возможности страдать, испытывать страдания. И чем больше у тебя в жизни намерений, задач, тем легче ты справляешься с симптомами. С тобой была Алена. Напиши мне вопросы о том, сейчас есть ли у тебя панические атаки, и как ты справлялась. Пока.